Открывая заседание, глава Мордовии подчеркнул, что подготовка заявки на создание экономической зоны требует от правительства и глав муниципальных районов большой ответственности. Подготовительная работа проводилась на высоком уровне. Соответствующие переговоры я провел с министром экономического развития. У нас все шансы есть оформить, получить необходимые преференциальные условия. И традиционно с нас территория, с нас необходимые требования к подключению энергоинфраструктуры, ну и самое главное резидентской политики. На заседании предметно обсудили, что нужно сделать на подготовительном этапе и что будет представлять из себя особая экономическая зона. Главная цель, соответственно, развития обрабатывающей и высокотехнологических отраслей экономики. Что дает этот льготный профессиональный налоговый режим в пошлении к тематической деятельности. А также применять процедуру свободной таможенной зоны. Особая экономическая зона может располагаться на территории одного, либо нескольких муниципальных образований в пределах одного субъекта Российской Федерации или нескольких субъектов Российской Федерации. Площадь особой экономической зоны по промышленно-производственному типу не более 4000 гектаров. Для создания одного из участков особой экономической зоны выбрали территорию, расположенную в Отяшевском, Дубенском и Чамзинском районах. Это даст импульс развитию сельской глубинки. Сейчас идет работа по подготовке земельных участков для размещения производств и работе с потенциальными инвесторами. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.